Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. В информационную борьбу с вирусом и поддержку акции включились интернет-СМИ Владивостока, радиостанции и телеканалы. К флэшмобу присоединились очень много жителей России из самых разных городов. Это и Владивосток, Уссурийск, Спаск, Хабаровск, Екатеринбург, Москва. Свои ролики записали жители Казахстана, Киргизии, стран Прибалтики. Люди разного возраста, профессий, национальности и видео говорили простые, но нужные слова Китаю. Спаскетс и медики поддерживают китайский народ и желают, чтобы вакцина победила коронавирус. Все ролики отправили в Китай для размещения в китайских соцсетях и СМИ, а также в консульство КНР во Владивостоке и посольство КНР в Москве. Китайская сторона отреагировала, сказав, что всех растрогали эти послания и поддержка россиян, назвав российский народ докторами человеческих душ. Людей могут лечить не только лекарства, но и слова поддержки. У флэшмоба уже появился девиз «Изолировать нужно вирус, а не любовь». Холдинг «Бизнес Кейс» желает скорейшего улучшения ситуации нашим соседям. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Приморье продолжает справляться с последствиями серьезного снегопада, который обрушился на край воскресенья. Так, во Владивостоке очищены от снега основные магистрали, опасные спуски-подъемы. Накануне на дорогах трудилось порядка 200 единиц специализированной техники. Вручную и с помощью малой коммунальной техники ведется уборка снега на лестницах, остановках, переходах, виадуках и тротуарах во всех районах города. Управляющие компании ТСЖ и ЖСК убирают снег на придомовых территориях. Администрация Владивостока напоминает, что прилегающие территории должны быть обработаны максимально оперативно. Ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Юридическим лицам за данное нарушение придется заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч, физическим – от 1 до 3 тысяч рублей. К слову, минувший циклон стал одним из самых серьезных за всю зиму. Всего в период с ночи 16 февраля до ночи 17 февраля в крае выпало до 23 миллиметров снега. Так на Владивосток обрушилась месячная норма осадков. На побережье снег сопровождался метелью при ветре 20-25 метров в секунду. При этом очередной снегопад возможен во Владивостоке в пятницу. Во второй половине недели ночью морозы в городе ослабеют до минус 8-11 градусов Цельсия. Днем потеплеет до минус 1-3. В пятницу 21 февраля погода испортится, увеличится облачность, вновь усилится ветер. Вечером не исключен небольшой снег, который усилится ночью, сообщает Фримгидромет. С запада подойдет новый циклон с атмосферными фронтами. И уже вечером в отдельных районах Приморья могут начаться осадки, которые сохранятся в субботу. Во Владивостоке рассмотрели вопрос о внесении поправок в Конституцию страны. В администрации города прошла встреча общественности с членом Совета Федерации Светланой Горячевой. Напомним, 15 января президент России выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором он сообщил о необходимости внести поправки в главный документ страны. В этот же день была создана рабочая группа по наработке поправок. В ее состав вошли 75 человек. Это депутаты, члены Совета Федерации, представители культуры, науки, профсоюзов, а также юристы и другие специалисты. Задача членов группы – услышать граждан и внести изменения именно на основании их пожеланий. По словам сенатора, за месяц в рабочую группу поступило более 500 предложений со всех регионов. Их продолжают принимать до 2 марта. Свои поправки могут предложить также владивостокцы и все жители Приморья. Светлана Горячева подчеркнула, что вместе с главным законом страны изменения коснутся еще 50 важных законов и правовых актов. Ряд предложений прозвучали и во время встречи с общественностью. Известный журналист Татьяна Бережная, которая занимала пост заместителя главы администрации Владивостока, покинула его. Как рассказала информационному агентству ВладНьюс, экс-вице-мэр, решение об уходе было принято еще до Нового года. Татьяна Бережная написала заявление на увольнение по собственному желанию в начале февраля 2020 года. Последний рабочий день замглавы Владивостока был 14 февраля. Напомним, Татьяна Бережная курировала вопросы по спорту, взаимодействию со СМИ, молодежной политики, по работе с общественными организациями и с комиссиями по делам несовершеннолетних. В администрации города отметили, что сейчас обязанности экс-вице-мэра распределили между другими заместителями главы. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев написал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил всех, кто поддерживает его на протяжении четырех лет, сообщает также Реа Влад Ньюс. Он отметил, что борьба продолжается. «Уже почти четыре года мы доказываем свою невиновность. Нам всем непросто так долго держаться и продолжать защищаться. Но благодаря поддержке друзей, сторонников, вашим комментариям и добрым пожеланиям нам это под силу. Когда у меня будет возможность написать всем, кто поддерживает меня эти годы, в том числе здесь, в социальных сетях, я сделаю это. Выражу свою благодарность лично каждому», – написал Игорь Пушкарев. Напомним, экс-глава сейчас находится в СИЗО Владивостока и участвует в судебных заседаниях по видеоконференц-связи. Мероприятия возобновятся 3 марта. Земли Минобороны используют для строительства социального жилья в Приморье. Для этого в крае необходимо строить не менее 1 миллиона квадратных метров в год. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка по итогам совещания под руководством зампреда правительства Российской Федерации Юрия Трутнева в Москве. Сегодня спрос на жилье во Владивостоке остается высоким. При этом цена достигает 130 тысяч за квадратный метр. Для решения этого вопроса проводится активная работа с застройщиками. Глава Приморья подчеркнул, что достигнута договоренность с Министерством обороны о строительстве жилья на землях, принадлежащих ведомству. Владивосток получит участки, на которых будет возводиться жилье по доступной цене, социальные объекты, в том числе для расселения военных. Министерству строительства края поручено разместить на своем сайте перечень всех площадок, где можно приобрести жилье по ипотеку с указанием района, количества квартир, метража и цены. Дополнительную мусоросборочную технику закупят в Приморье. Мусоровозы и грузовые машины приобретут для работы в городах и районах края. На эти цели направлено более 75 миллионов рублей. Новые машины усилят парк спецтехники регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Отметим, в конце года для края уже приобрели мусоровозы, самосвалы, бортовые машины. Всего почти 20 единиц. Новая же техника выйдет на маршруты уже в апреле. В рамках мусорной реформы вместе с новой автотехникой устанавливаются современные мусорные контейнеры, легкие с крышками. В крае их уже поставили более 2000. Специалисты напоминают, что если возле многоквартирного дома отсутствуют контейнеры, то жильцам нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в администрацию муниципалитета, в обязанность которой входит установка контейнеров в частном секторе. Во Владивостоке подвели итоги голосования за территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь уже в этом году. Голосование проходило 13 февраля. По результатам подсчета голосов, в каждом из пяти районов выбрали по одной территории с самым высоким рейтингом. В число победителей вошли скверы имени Острякова в районе улицы Русской, в районе улицы Калинина, 28, общественная территория в районе улицы Тунгусской, 69, и сквер в районе улицы Верхнепортовой, 41Б. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды за счет средств краевого и городского бюджета. Если в ходе аукционов будет получена экономия средств, в разработку будут взятые территории, которые оказались следующими в рейтинге. Среди запланированных работ – ремонт пешеходных дорожек, устройство газонов и цветников, высадка деревьев, организация наружного освещения, установка лавочек, урн и так далее. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин